МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Вести КамАЗа. Отчитаемся за рабочую неделю в студии Людмила Трестман. И Павел Михно. Главное сегодня. В каждом патриоте есть немного КамАЗа. Причем здесь челненский автогигант. Расскажем. Вам открытка. Самая большая в истории набережных Челнов. Отправителей больше 300. Встреча на тему, как я провел это лето. Молодые инженеры КамАЗа рассказали об участии в летнем форуме «Инженеры будущего». Нетрудно догадаться, что главной темой сегодняшнего выпуска станет приближающийся профессиональный праздник всех работников КамАЗа – День машиностроителя. Его с размахом отметят на всех предприятиях машиностроительного комплекса России. Но для республики главным станет торжество, которое пройдет в Казани с участием президента Рустама Миниханова. По традиции наградят представителей предприятий победителей в различных номинациях. Лучшей трудовой династией в этом году определена челнинская семья, Салим Гараевых. О ней и пойдет речь в нашем первом сюжете. Началась история династии Салим Гараевых в 1984 году, когда отец семейства Серин решил из Ознакаевского района переехать в набережные Челны и устроиться на прессово-рамный завод КамАЗа. А через пару лет и его супруга Фанзия пришла работать в центральную заводскую лабораторию лаков и красок. Это чисто женская работа, мне нравится здесь работать. Детей вижу, мужа рядом вижу, и мне хорошо с ними. Вслед за родителями на завод пришли и сыновья Ленар и Руслан. Сейчас они трудятся в одном цехе с отцом. Серин Назипович – старший мастер, а сыновья – рихтовщики кузовов. Привыкли всегда к семье все решать, поэтому, наверное, с семьи сюда пришли. У меня сперва старший сын, когда в институте учился, он сюда подработку приезжал на каникулы. Младший сын также, когда в институте учился, они здесь работали. Понравилось, наверное. Отслужил в армии, здесь была вакансия на работу, и просто устроился сюда. Моя работа мне очень нравится, и самому удобно. Постоянно родители здесь, и посоветоваться можно. Здесь же, в цехе сборки сварки кабин, ребята встретили своих жён – Альбину и Илюзу – операторов ЭВ и ЭВМ. Сейчас они в декретном отпуске. Общий трудовой стаж на КАМАЗе всех членов семьи более 130 лет. Я сам уже больше 33 года на заводе. Ну, прикипело, как все знакомые, все, как говорится, как в одной семье. И завод, и семья здесь, и завод как семья уже. Серин Салимгараев – участник боевых действий в Афганистане. Неоднократно был награждён почётными грамотами завода и предприятия. Удостоен звания заслуженный мастер КАМАЗа, ветеран завода, занесён в Книгу почёта. В этот раз для награждения он поднимается на сцену в окружении своей семьи. Салимгараевы удостоены почётного звания завода «Трудовая династия». Екатерина Романова, Анна Кондратова, Михаил Матвеев. Вести КАМАЗа. Если КАМАЗ что-то задумал, то получается это очень масштабно. Первый КАМАЗовский флешмоб уже стал самым многочисленным в этом году в набережных Челнах. Более 300 участников собрались на площадке возле генеральной дирекции КАМАЗа в честь Дня машиностроителя. Многие в этот день пришли семьями. Мы выставляли афишу, анонсировали это на Вести КАМАЗах. И любые семьи могли поддержать своих родных, которые работают на КАМАЗе. Из флешмоба будет смонтирована видеооткрытка. Её смогут увидеть на официальных аккаунтах КАМАЗа в социальных сетях. А самыми первыми зрителями станут приглашённые на торжественный вечер в органный зал. Самое важное, что эта инициатива адресована каждому КАМАЗовцу и членам их семей. С пожеланиями добра и благодарности за труд. Такие же пожелания и у генерального директора КАМАЗа. Я горд. Я машиностроитель. Каждый из нас с детства мечтал о великом и нужном деле в жизни. Мы становимся взрослыми и хотим иметь работу. Которую любимые даёт заработок. Но мечта о большом, великом в жизни никуда не исчезает. Просто с возрастом понимаем, что самое важное делается негромко, ежедневно и упорно. Вы люди труда. И очень важного, большого и нужного. Не только для набережных челнов. Не только для Татарстана, России. Весь мир знает КАМАЗ. Вы КАМАЗ. И для КАМАЗа вы самая большая ценность. И я горд. Я машиностроитель. И я видел, как это сказали сотни КАМАЗовцев. Я рад, что мы вместе с праздником КАМАЗовцев. Для людей этой профессии не бывает простых времен. Но и людей простых в этой профессии тоже не бывает. Всех КАМАЗовцев отличает особый характер, который лучше всяких антикризисных мер помогает компании удерживать лидерство. Именно поэтому так важно сделать перерыв и принять поздравления в свой профессиональный праздник. И так, как проходила праздничная неделя, расскажет Егор Орлов. На КАМАЗе к празднованию Дня машиностроителя готовиться начали заранее. Например, на заводе двигателей обновили доску почета. В подразделениях автогиганта подготовили праздничные выпуски корпоративных газет, где главная новость – грядущее торжество. А творческая сила завода, местные таланты отвечали за праздничную программу. В этот день на сцену поднимались не только артисты. С поздравлениями в адрес трудового коллектива выступило руководство подразделений. Несмотря на все сложности, не остановлен проект создания нового двигателя. Но ведь есть завод по выпуску двигателей. Желаю крепкого здоровья, дальнейшей совместной работы. Всем желаю терпения и поздравляю вас всех с наступающим праздником Днем машиностроителя. О вкладе в машиностроение будут напоминать и почетные грамоты, благодарности от Минпромторга России и Татарстана. На концерт ВБК пригласили не только действующих работников, но и тех, кто уже на заслуженном отдыхе. Бывших камазовцев не бывает. Приехал я сюда, мне было, по-моему, 26 лет всего. Вся жизнь прошла здесь. Но я не жалею, что было, как говорится, то было все нормально. Параллельно награды от профильных министерств нашли своих героев и на ПРЗ. Тут также не забыли про ветеранов завода и машиностроения. Особенно отметили трудовые династии. Суммарный рабочий стаж некоторых семей уже почти 150 лет. И продолжается дальше. Сегодня в нашем зале пришли приглашенные наши ветераны, которые работали в предыдущие годы. В этом зале те, кто работает сейчас. Поэтому хочется всех вас поздравить с праздниками. Пожелать вам крепкого здоровья. На Прессово-Равном заводе также подготовили концертную программу своими силами. А зал, в котором каждый заслуживает аплодисментов, и сам не скупился на овации за то, что порадовали, повеселили и подарили праздничное настроение. Егор Орлов, Анна Кондратова, Андрей Буслаков, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. На Прессово-Равном заводе отметили юбилей одного из основных участков подразделения цеха сборки рам. За 40-летнюю историю его работники освоили более полусотни моделей рам и более тысячи их разновидностей. В честь праздника прямо на производстве организовали концерт для работников и ветеранов. Первым их поздравил директор завода Александр Рыбаков. За большой вклад в развитие предприятия отметили ветеранов цеха. Лучшие работники были награждены почетными грамотами, благодарственными письмами, памятными подарками и денежными премиями. Экономить позволяют не только новые технологии, но и их переосмысление. Так, индукционные печи литейным заводам используются уже не один десяток лет, но именно такую запустили всего год назад. Двойной индукционный контур, полная автоматизация плавки. Отсюда экономия на электричестве, высокое качество и новые заказчики, среди которых Ульяновский автозавод. Которому теперь КамАЗ поставляет детали для внедорожников «Патриот» – блоки цилиндров и коленчатые валы. Здесь все намного проще. Состояние футировки контролирует компьютер. Прогорит, не прогорит, дает сигнал и отключает печь. Соответственно, плавильщики знают, что нужно сливать печь быстрее, чтобы не произошла авария. Шлак скачивается, вот сзади здесь шлаковня. То есть, соответственно, мусора практически никакого, аварийных ситуаций никаких возникнуть практически не может. Еще эту печь отличает шум, точнее, его уровень. В сравнении с электродуговой это молчит. Отличается новая печь и производительностью. Где-то в полтора-два раза производительность данных печей выше, чем дуговых. То есть, мы в час здесь имеем 40 тонн, там за полтора часа имеем 50 тонн. Если один тигель стоит на разогреве твердой шехты, второй может в этот момент максимально брать электроэнергию и плавить. Ну, естественно, производительность такого рода агрегата, она фактически в два раза выше, чем предыдущего поколения, то есть 90-х годов. Запуск в эксплуатацию индукционных печей нового поколения для России опыт уникальный. Таким оборудованием остальные литейщики страны пока похвастаться не могут. Около 6-7 месяцев мы запускали, обучались на этих печах, соответственно, работать. На сегодняшний день проблем здесь нет. То есть, мы выпускаем здесь порядка уже четырех видов сплава чугуна, то есть, попадаем и в химию, и в структуру, в мехсвойства. То есть, здесь проблем на сегодняшний день практически нет. Новое качество КАМАЗовских отливок привлекло и новых клиентов. Металл получается настолько хорош, что из этой печи уже разливают заказы для РЖД и Солерс. Для последнего здесь льют заготовки к двигателям внедорожников «Патриот». И этот заказ КАМАЗ увел у другого производителя. Номенклатура большая, это более 6 тысяч блоков цилиндров в месяц, более 6 тысяч коленвалов в месяц. Все это серьезная загрузка, серьезная подспорья, причем сложной номенклатурой. Это не простые там барабаны, либо там ступицы. Это сложнейшая номенклатура, которая, ну, по достоинству оценена. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Молодежь КАМАЗа знает это правило. Ребята навестили генерального директора и попали на утренний чай. 12 участников Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего-2015» рассказали Сергею Кагугину о результатах и впечатлениях. Чайная церемония на 15 персон за разговором о лете. Эти ребята июль провели в Миасе. Интересно, спортивно и эффективно. На Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего-2015». Соревновали по мини-футболу. Против нас выстрелили. Мы заняли первое место по футболу. Против нас была собрана сильная команда. И мы, это же сильная команда, опять же таки, выиграли 2-0. Молодцы. Но главная задача, конечно, не спорт, а возможность поделиться своими результатами работы, сравнить достижения и приобрести профессиональные знакомства. Если это не только досу, но еще и проведение определенных занятий, передай знания, получи знания, то тогда вы должны понимать, что приезжая сюда на КАМАЗ, мы сделаем следующее. В следующем году будем встречаться, вы мне так ответите, что мы подчеркнули ДОТ. И считаю, что надо внедрить на КАМАЗ в следующий год. На форуме КАМАЗа представили проект, анализ и разработка закрытой системы вентиляции картера дизельных двигателей. Провели образовательный семинар по повышению производительности труда, организовали круглый стол, грузовики будущего и деловую игру «Транспорт будущего». Вроде как ты живешь в своем маленьком городке и вот не видишь вот этой всей широкой картины. А там, оказывается, так много у нас в стране крупных предприятий, на которых, казалось бы, вроде бы другие регионы, а на самом деле живут они так же, как и на КАМАЗе. В этом году команда КАМАЗа по итогам форума заняла седьмое место среди трехсот предприятий. В индивидуальном зачете сразу семь КАМАЗовцев вошли в топ-20. За разговором ребята передали Сергею Кагогину пожелание участников с других предприятий применить все силы, чтобы КАМАЗ был самой популярной машиной не только в России. Тагир Закиров, Михаил Матвеев. Вести КАМАЗа. День машиностроителя «Нефтекамск» встречал на льду. Минувшие выходные здесь провели хоккейный турнир, посвященный профессиональному празднику. На городскую ледовую арену вышли четыре клуба. Пригласили команду из Найбережных Челнов. Кстати, в прошлом году нефазовцы ей уступили. Так что турнир стал не просто поводом встретиться вновь, но и отличным шансом на реванш. Первыми на лед вышли нефаз и клуб Татышлы. Нефтяники для хозяев турнира противник знакомы. А вот камазовские хоккеисты гости редкие. Да и результаты встреч пока не в пользу нефазовцев. Отыграться, конечно, будем стараться. Я думаю, выложимся полностью. Будем играть на победу. Игра команд двух крупнейших заводов одной машиностроительной группы в канун профессионального праздника – событие весьма достойное. Так отметить День машиностроителя – это идея руководства нефаза. Даже первую шайбу на лед вбросил именно директор завода. В прошлом году возродили хоккейную команду нефаз. Хоккей – это не единственный вид спорта, который у нас есть. Мы много уделяем времени на то, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни. Есть различные направления. Хоккейный турнир стал у нас таким традиционным способом отметить любимый праздник. Нефтекамск в России ассоциируется не только с автозаводом, но и с чемпионом ВХЛ – хоккейным клубом «Торос». Так что на подобных турнирах хоккей и машиностроение как бы объединяются. Сегодня собрались четыре команды, которые будут выяснять, кто из них сильнейший. И я думаю, в честной борьбе покажут, выявится победитель. И тем самым мы будем развивать и хоккей, и дальше популяризировать его на всей территории Республики Башкортостан. Итог турнира. Опять победили машиностроители. КамАЗ – первый, нефаз – второй. Учитывая, что хоккейный сезон только-только стартовал, и разрыв в противостоянии соперников вновь увеличился, болельщикам стоит ждать новых встреч любимых команд. Егор Орлов, Татьяна Галиева, Артур Мирзагитов. Вести КамАЗа. Такой праздничной получилась эта неделя. Впрочем, об одном событии мы еще не упомянули. В эти дни Туймазинскому заводу автобетоновозов исполняется 35 лет. С радостью поздравляем коллег с днем рождения предприятия и с профессиональным праздником. Всем успехов, здоровья и счастья. О событиях следующей недели мы расскажем ровно через 7 дней. 2 октября в 19.15. На телеканале РЕН-ТВ Набережные Челны с вами были Павел Михно. И Людмила Тресмин. Всего доброго. До свидания.